я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители настал момент пообщаться на темы которые интересуют нас очень сильно буквально каждого человека на земле и конечно же все это происходит совсем рядышком имеется ввиду те события которые случаются и в разных странах и с каждым человеком в отдельности но еще я расскажу вам один секрет в этом видеоролике который сам недавно узнал и буквально понял как устроен весь наш мир думаю вы очень сильно удивитесь но все это будет связано вот с такой вот штучкой мы чуть чуть попозже все это обсудим я вам покажу думаю будет очень и очень интересно но для начала давайте же я просто вам расскажу суть происходящих сейчас событий чтобы тоже знали и понимали почему многие мои видеоролики сейчас основывается на том что я много путешествую снимаю различных мест да все очень просто друзья я стал трудиться на одном заводе времени у меня сейчас очень и очень ограничено то есть буквально его нету потому что я самого раннего утра иду на завод затем вечером прихожу домой делаю видеоролики тех мест где я путешествовал что снимал что смотрел получается у меня такой круговорот событий но самое главное что у меня в данном случае забрали мое драгоценное время а время как вы понимаете жизненный цикл это буквально самое главное что у нас есть на земле я кстати сейчас вспомнил даже есть фильм и да и не один где буквально деньги золото какие-то драгоценности меняют на время то есть по большому счету там можно было каким-то образом через прибор определенный поднеся его к руке и считывая информацию делиться жизненным временем так вот получилось так что конечно у меня в данном случае она ограничена вот уже три месяца как началась вот эта специальная операция из-за этого многие люди страдают в том числе конечно и физическом материальном плане в россии в украине но буквально везде мне эта ситуация очень не нравится потому что она она меня лично коснулась но она коснулась каждого из вас на самом деле я бы хотел жить в мирном как бы мире на земле в стране чтобы не было никаких проблем чтобы люди могли высказывать любую точку зрения которые они хотят потому что все мы знаете как должны размышлять по-своему мы не должны быть похожими и одинаковыми тогда мы превращаемся в стадо можно сказать стадо баранов и и чтобы не потерять вот эту изюминку мы все-таки должны как-то уметь мыслить самостоятельно ища и сопоставляя факты и информацию из разных источников все понимать что происходит тот смысл мой самый заключается в том что сейчас время такое очень непростое что будет впереди еще тоже неизвестно как лично я понимаю то примерно к сентябре не к сентябрю конце концу осени 2022 года и началу зимы тоже примерно 2022 года то есть в декабре я думаю что может что-то пойти вообще очень жесткое и опасное мне хотелось бы чтобы был мир во всем мире но сами вы понимаете обстановка накаляется с каждым днем в любом случае мы будем продолжать наблюдать за небом по возможности смотреть что там за объекты летают инопланетные космические межгалактические любые это самое главное плюс я также буду на выходных когда-то путешествовать будет у меня там суббота воскресенье может быть куда-то я съезжу что-то поснимаю конечно же но слишком долго путешествовать у меня не получится куда-то ехать на юг хотя я постараюсь может быть и съездить но там несколько факторов и время и сейчас я ограничен финансах очень сильно но я ничего не буду как бы не просить ничего нет 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 вы не подумайте что у меня этот ролик об этом нет я сейчас стружусь на заводе получаю обычную зарплату среднестатистическую ну скажем чуть больше тридцати тысяч рублей чтобы понимали то есть я сейчас официально но официальный как бы сотрудник вот этого предприятия поэтому сам справляться буду своими силами тяжело имеется ввиду не видеть не физически трудиться я не боюсь я работал 10 лет на стройках 10 лет на заводах дело не в этом но с финансовой точки зрения трудновато мне потому что я зарабатывал в ютюбе намного больше чем мы сейчас допустим даже на заводе ничего страшного прорвемся в жизни всякое бывает поэтому я не падаю духом это не самое главное и самое главное для меня время которое у меня тоже забрали я не могу читать много информации не могу много отвечать делать видеороликов это вот большая проблема но давайте двигаться дальше друзья что я смог обнаружить что я скажем разведал или смог своими умственными заключениями разгадать опять очередную загадку или тайну думаю это будет интересно для вас сто процентов потому что я ты информацию влёкся когда сам все увидел и понял и так давайте покажу для начала вам вот такой вот диск это жесткий диск который буквально вот так поближе на обычный диск такие диски у нас вставляются в компьютер это жесткий диск на котором хранится информация то есть как флешка как что-то еще в ноутбуках есть тоже подобные диски сейчас они правда немножко другого устройства но неважно такие диски были 20-30 лет очень много времени постоянно были такие жесткие диски когда мы слышали такую информацию hdd жесткий диск винчестер он по-разному называется но вот он представляет из себя и такую коробочку где хранится информация но лично я всегда думал и считал что все-таки диска но должен иметь структуру наверно какую-то металлическую алюминиевую может быть там посетили серебряную из каких-то драгоценных металлов я очень сильно удивился друзья когда вскрыл подобный диск вот смотрите вот таким вот образом он выглядит то есть крытый диск видите когда его так вот открываешь он он превращается вот в такую вот уже как структуру здесь самое главное что я обнаружил удивился это была вот эта вот часть крутящийся это есть тот самый диск я даже вам покажу сейчас как снимаю возможно увидите отражение частично что здесь на диске отражается и посмотрите но все не увидите даже солнце там где-то сзади отражается и вот фотоаппарат снимаю кстати на фотоаппарат sony альфа 7 3 который подарила мне лена из германии внизу поставил телефон и вот таким образом введу всю вот эту запись чтобы понимали когда вы увидите что все четко отражается вот как сейчас да все видно очень хорошо то поймете что вот это не просто какой-то металл друзья а вот это вот реальное зеркало вот смотрите я могу даже вы крутить и вы не поверите вот это зеркало в себя вмещает огромное количество информации это очень важный фактор который может нам с вами рассказать знаете самое главное о чем что просто-напросто вот есть дома зеркала да допустим которые мы с вами знаем изучаем смотримся в них понятное дело женщина очень любит зеркала смотреться но каждое зеркало оно может нести в себе море информации то есть огромное количество информации по большому счету если вот на такой болванки там есть 80 гигов 512 гигов терабайт это 1024 гига 2 терабайта то есть вот эти же жесткие диски а это всего лишь зеркало если ударить по нему молоточком он просто расколется на мелкие кусочки вот вы не поверите это простое стеклышко я разобрал и думал может быть сделать себе какой-нибудь моторчик и что-нибудь знать подключить чтобы он крутился это тоже можно сделать но уже как но доработка для себя для если нужно для каких-то хозяйственных целей самая главная задача у нас том чтобы мы поняли с вами что вот это вот устройство просто еще раз покажу зеркало обычное зеркало и на нем хранится огромное количество информации вот смотрите поближе вот так вот и подальше поэтому если мы сопоставим все факты то есть когда нам говорят даже знаете человек уходит на тот свет бывает и скажем так всегда есть такой поверье нужно закрывать и зеркала в комнате чтобы но какая-то сила не не вошла в но все это обязательно нужно делать и все соблюдают эти правила и это не просто так вот буквально в простом зеркале может уместиться огромная информация то есть здесь могут быть фильмы здесь могут быть фотографии история человека может быть компьютерная игра может быть целый мир вы представляете потому что скажем тут вот так вот дорожки записываются но как пластиночка такая крутится и вот головка записывает вот эти дорожки на зеркале любому человеку кому дать вот эту вот болванку просто вот такой вот зеркальце да он посмотрит ну как и я в принципе мы примитивные люди мы посмотрим скажет вот зеркало все я себя вижу посмотрел и мы не поймем основного смысла то есть мы не имеем ключа чтобы расшифровать информацию который хранится в этом зеркале вы понимаете есть это глубочайший смысл и секрет просто нужно иметь технологиями или владеть ими чтобы понять как устроен даже наш мир и вот эти ключи нужно где-то получить и чтобы научиться разгадывать загадки точно так же вот с этим диском вы понимаете абсолютно точно так же это вроде бы простое зеркало но у кого есть ключ у кого есть компьютер к нему там подключена материнская плата и все остальное то есть тот человек может включить этот диск и считать с него информацию понимаете также огромные зеркала которые у нас на шкафах дома на стенах висят везде буквально в каждой тумбочке это ведь тоже огромный сборник информации и у кого-то есть ключи чтобы через зеркало скажем воздействовать на наш мир и наблюдать за нами вы понимаете вот я сам если честно сейчас только зададумался до всего этого но в своей голове предположения дел точнее только сейчас я высказал вам всю вот эту информацию поэтому ну друзья для меня это важно я хотел вам передать и озвучить и эти данные потому что вы сами понимаете мы ищем правду нашего мира пытаемся разгадать какие-то загадки пообщаться с вами в общем думаю информация вот это для вас было очень полезно и то есть что такое диск вот этот обычный жесткий диск на самом деле себя представляет друзья ну что же я вам сообщил все что хотел вы узнали подробности моей жизни сейчас что происходит на улице достаточно было холодно вплоть до лето 2022 года то есть погода тоже все это чувствует воздействует на людей и получается что мы должны с вами как-то ловить моменты чтобы и было и и погода и просто но какие-то объекты снимать можно было пролета все будем фиксировать снимать но по возможности надеюсь вы мне поймете то же я извиняюсь если иногда может быть ролики там будут задержкой выходить чуть-чуть или что-то еще но не хватает у меня времени раньше я занимался только youtube я целый день читал информацию куда-то ездил все изучал и вам сразу же передавал делился всеми данными сейчас все сложнее даже когда я выкладываю много видеороликов например из москвы там из пензы из и из города елец это значит что я там был всего лишь один день и за один день наснимал много информации а потом по кусочкам вам ее выкладываю вот какой у меня смысл то есть я там не живу ни неделю ни две всего лишь один день в городе но максимум два и все также сейчас возможно все мои путешествия то есть на выходных если я куда-то доберусь что-то сниму для вас это значит что я находился там всего лишь один день потом вернулся и по чуть-чуть все важные данные вам передаю ну что ж друзья вот такой вот видеоролик я думаю вам понравился давно мы не общались с вами тет-ет-ет может быть я в скором времени поотвечаю еще на какие-нибудь ваши вопросы просто посидим я их по зачитываю комментарии буду что-то вам отвечать думаю будет интересно в любом случае жизнь продолжается что нас ждет впереди никто точно не знает потому что мир безумно интересный как супер компьютерная игра будет классно будет позитивно я с вами на связи всегда и всю жизнь не переживайте пока есть youtube есть я ютюба не будет все равно буду я где-то еще мы с вами найдемся создам другие каналы все будет хорошо от всего сердца вам желаю добра и удачи всего самого хорошего продолжайте смотреть видеоролики ролики все самое интересное только впереди поехали пока и бом